В рамках декады православия Владыка Якутский и Ленский Роман встретился в Ленском районе с молодежью. Посетил воскресную школу и осветил место под строительство часовни. Все подробности у Натальи Беспаловой. В Ленске появится еще одна часовня. Ее построят здесь, на Перегрестке улиц Заозерная и Нюйская, рядом с магазином «Колесо». Кстати, именно хозяин этого магазина и будет строителем. Место под часовню, а она будет освящена в честь Рождества Пресвятой Богородицы, уже залито бетоном. Не хватало лишь благословения. И вот в минувшие выходные молебен на месте будущей часовни отслужил Владыка Якутский и Ленский Роман. Это традиция установления на важных местах, на перекрестках, на особо значимых местах города, населенного пункта, часовен, памятных крестов. И через устроение таких часовен мы место сие посвящаем Богу. И через посвящение это приобретаем еще одну покровительницу для города Пресвятую, Матерь Божия. Такое же благословение от владыки получила молельная комната в районной больнице. Она существовала давно, но ее обновили и установили новый иконостас. После освящения комнаты владыкой для пациентов в больнице она будет открыта всегда. Эти события стали частью празднования декады православия в Ленском районе. Она была посвящена двум юбилейным датам – 15-летию Ленского храма и 20-летию воскресной школы. В Ленске прошли выставки и беседы на тему православия, состоялись презентации книг и буклетов, а также встречи с молодежью. В воскресенье архиепископ принял участие в большом праздничном концерте. В зале Дворца культуры «Юность» собрались прихожане храма и те, кто помогает добрыми делами. За труды во славу Божью владыка вручил несколько архиерейских грамот. Первой награду получила начальник районного управления культуры Светлана Кудай. Именно она в 1993 году писала первые письма в Якутск с просьбой направить в Ленск священника. Он приехал. В 1996 году открыли воскресную школу для детей, в 2001-м построили храм. И теперь жизнь без него православные люди не мыслят.